Этот турнир, он проводится уже в 14-й раз, кардинально отличен от предшествующих других. Обычно юных футболистов встречало гарево поле с не лучшими условиями для игры. В этот раз портсмены сразились на искусственном покрытии полей базы отдыха юбилейный. Площадку предоставила АНГК, она же доставила юных футболистов к месту соревнований на комфортабельных автобусах. Газон. Это дети, на котором действительно могут показать ту игру, на что они способны. То есть действительно. Конечно, те базы, которые в городе находятся, борясь с кривым покрытием, с непогодами, конечно, ребенок не может показать. И воспитать любовь у ребенка, конечно, сложно на таких покрытиях. А здесь действительно ребенок раскрывается и показывает все то, что он может. Кроме того, время проведения турнира перенесли с июля на сентябрь. Обычно игры проходили летом и были приурочены ко дню рождения основателя ангарского футбола Иосифа Купа. Зато осенью участников стало больше, ведь ребята вышли с каникул. Сразиться в игре в мяч приехали 34 команды, в том числе из Китоя, Юго-Восточного, Цементного и Одинска. Соревнования проходили по четырем возрастным категориям, как среди юношей, так и среди девушек. В минувшее воскресенье самого сильного в мини-футболе определяли команды 13-15 и 16-18 лет. В средней группе победу одержала команда «Данка», в старшей – команда 15-го микрорайона «Фортуна». В таком турнире принимаем участие. Команду собрали, ну вот играли во дворе и увидели объявление и решили принять участие в этом турнире. Не подкачали и ребята из ЦИМ-поселка, которые в обеих возрастных категориях взяли призовые места. К слову, участники турнира «Память Иосифа Копа» никогда не уезжают в состязание без призов и подарков. К примеру, в этом году юных спортсменов наградили дипломами, кубками, медалями, вымпелами, комплектами новой спортивной формы, мячами и другими спортивными атрибутами. Все это напомнит ребятам о турнире, вот уже почти 15 лет поддерживающем футбол в ангарских дворах. Ольга Дерибера, Владимир Селиванов, Местное время.